Пройти по тоненькой доске и не упасть в воду – теперь такое развлечение доступно для всех желающих, кто решил пройти 7 октября по подземному переходу на Московском шоссе. Людей здесь много, а пересечь реку им предлагают по сути вброд, а в такую погоду намочить обувь перспектива не из лучших. Чуть позже на ситуацию стали реагировать, появились доски, по которым пройти можно куда лучше. Но и здесь возникли свои сложности. После путей для пересечения затопления стало два. Местные жители говорят, что подобная ситуация с подземным переходом впервые. Из-за простого дождика вот такая ситуация. Ненормальная ситуация, трасса такая, давай, а вы что? Разве можно так? Это очень медленно. Давно надо было сделать. Это вообще просто ужас, ужас. Почему не откачивают воду? Что это вообще благоустройство города? Это не благоустройство города. Это просто квест на выживание. Знаю, наверное, сливных коммуникаций, наверное, нет. Надо что-то делать. Наш народ не унывает. Смотрите, никто не кричит, никто не шумит. Все с удовольствием проходят этот квест. Поэтому, ну что, жалко, конечно, что наш город не может обеспечить здесь нормальный слив. Но, в общем, ничего катастрофического в нашем случае не произошло. По словам работников местных бутиков, в переходе располагается насосная станция. Вот только включить ее некому. А началось все это, говорят, еще в субботу. Они также рассказали, что это происшествие не первое. Раньше здесь несколько раз заливало все канализационными стоками. Рязанцы отметили, что ливневые канализации с осадками не справляются. Вода либо вовсе не сливается, либо до них не доходит. В администрации города сообщили, что дирекция благоустройства выясняет причины произошедшего. К работам по откачке воды уже приступили. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания Город.